Здравствуйте! Вы смотрите программу Эта Вещь. Сегодня мы отправимся на производство, которое произошло от одного из самых древних ремесел. В этом деле не бывает женщин, потому что в работе необходима грубая мужская сила. Такой, который обладают настоящие кузнецы. Холодная ковка метеоритного железа меди-серебра с незапамятных времен была одним из основных способов обработки металла. Древние люди били колотушками холодное железо, чтобы выжать из него соки, то есть удалить примеси. Индейцы Южной и Северной Америки еще в 17 веке до н.э. изготавливали таким образом украшения. Затем кузнецы догадались нагревать металл и придавать ему нужную форму. В 4 веке до н.э. метод горячей ковки стали применять в Египте, Иране и Месопотамии. Люди почитали искусство ковки, его окружали разные поверья, связанные с магией и колдовством. Бога огня в Древней Греции, Гефеста, сына Зевса и Геры часто изображали кузнецом, работающим в своей закопченной мастерской в недрах огнедышащей этны. Именно он выковал скипетр Зевса, жезл Диониса, доспехи Ахилла и оружие Геракла. Славянским кузнецам покровительствовал бог Сварог, а им самим приписывались сверхъестественные способности. Считалось, что кузнец может врачевать людей, а подкова, вышедшая из-под его молота, защищала дом ее обладателя от нечистой силы. Браки, скрепленные кузнецом, считались порою даже более крепкими, чем церковные. Источником для получения железа служила руда со дна озер и болот. Русские княжества располагались в зоне рудных месторождений, и кузнецы всегда были обеспечены сырьем. У славян появились саха и плуг, дверные замки и другая утварь, сделанная руками кузнецов. Первым горном был обычный очаг в жилище. Специальные горны появились позднее. В целях пожарной безопасности их располагали на самом краю деревень. Печи представляли собой густо обмазанные глиной круглые ямы диаметром в один метр, вырытые в земле. Их народное название – волчьи ямы. В X веке появились наземные печи, воздух в которых нагнетался с помощью кожаных мехов. И эта работа сделала процесс сварки очень тяжелым. В XI веке особое развитие получило производство оружия и военных доспехов. Мечи, боевые топоры, клочины со стрелами, сабли и ножи, кольчуги и щиты вырабатывались кузнецами-оружейниками. Во второй половине XIV века русскими кузнецами впервые в стране были изготовлены кованые пушки. Рассвет художественной ковки начался во времена правления Петра I. Именно в XVIII и XIX веках крупные города Руси начали расстраиваться и преображаться. Стали появляться скверы и парки, украшенные коваными ограждениями, заборами, фонарями, скамейками. Эти времена расцвета объединили лучших мастеров со всей Руси. В Москве, Киеве, Новгороде сложились кузнечные корпорации. Кузнецы жили и работали вместе, и постепенно возникли целые слободы. Лучшее оружие ковали в Туле-Астрахане, лучшие ограды, решетки и ворота получались в Петербурге. Начиная с XVIII столетия ковка широко использовалась при строительстве особняков, церковных дворов, усадьб дворян. В XX веке бурное развитие советской промышленности вытеснило ковку на второй план. Обработка металла производилась в большей степени штамповкой и литьем. Именно поэтому советские решетки, заборы и ворота, как близнецы, были похожи друг на друга. Интерес к ковке вернулся только в конце XX века. Современное производство позволило изготавливать кованые изделия быстрее, сохраняя при этом их качество и дух художественной ковки. За этими стенами находится самая настоящая кузница. На элементарном заводском оборудовании с помощью традиционного набора инструментов пять человек куют здесь железо. Оно поступает сюда в виде прутев из местных металлобаз. Объемы сырья небольшие и напрямую зависят от количества заказов. В этом небольшом помещении при помощи незатейливых инструментов обычные куски железа превращаются в художественные элементы из металла. Иначе как творческой профессию кузнеца не назовешь. Ведь каждое кованое изделие по-своему неповторимо. Современные кузнецы делают не мечи и орудия труда, а исключительно предметы интерьера и декора. В основном это заборы и решетки, но мастера берутся за любую работу с металлом. Так, например, их руками ковались железные столы и даже кровати. Кузнечное дело выполняется сообща. Каждый из этих людей универсален и может произвести любую работу с металлом. Распилить, сковать, сварить, покрасить и даже установить готовые изделия. Эти процессы каждый мастер делает одинаково, за исключением ковки. Кто-то впадает в модерн, кто-то впадает в классику, кто-то впадает в что-то такое совсем другие. Это как, ну то есть картины, как человек пишет, художник, так же и кузнец пишет тоже свои картины, только металль. Мы предложили кудесникам металла первыми изобразить из железа логотип любимой телекомпании. На доске сразу же был расчерчен эскиз изделия. Незатейливо, мелом, без помощи шаблонов кузнец разделяет название телеканала на 6 элементов разных размеров. Буквы С по 55 сантиметров, верхняя палочка буквы Т на 5 сантиметров меньше, а три ее нижних конечности получились по 20 сантиметров. Мастер отправляется на отрезной станок, в народе называемый болгаркой. За несколько минут он разделяет длинный пруд на несколько частей. Затем эти детали он относит в самое горячее место в цеху. Каждое утро мастера разводят костер в печке, называемый горном. При этом в качестве горючего используется кокс, вещество, получаемое путем нагревания жидкого и твердого топлива, без доступа к кислороду. Его свойства превосходят обычный уголь, поэтому кокс используют в кузнечном деле. Минимальная температура внутри очага 800 градусов, максимальная 1200. Ее можно изменять благодаря установленному в горне поддуву. Чем больше открыта заслонка, тем больше поддаются кислорода, а соответственно и жару. В это пекло кузнец буквально закапывает те части железа, которые он собирается видоизменять. Спустя 2-3 минуты металл нагревается до необходимой температуры. Кажется, что его поверхность объята пламенем и тлеет как уголь. Частично так и есть. На его поверхности образуются окалины. Это продукт горения различных примесей в железе. Затем мастер клещами достает изделие из горна и отправляется к пневматическому станку. Современному кузнецу не обязательно обладать богатырской силой, чтобы развивать горячий металл в лепешку. За него это сделает молотоотбойник. Раньше работали, как можно сказать, в паре. Редко кто работал в одиночку. Кузнец тот, который представляет что-то такое, он, ну, видели, может быть, один бьет маленьким молотком, а другой кувалдой. То есть маленьким молотком бьет кузнец, показывая на удар, где он должен быть. А молотобоец, тот, который большой и здоровый, бьет большой кувалдой, то место, где показали. Этот станок бьет по горячему металлу с давлением 90 килограммов на сантиметр квадратный. Положив железо на опору и крепко удерживая его клещами, мастер давит на педаль, которая опускает молот ниже. Чем сильнее нажимаешь, тем сильнее удар. Кузнец расплющивает мягкий металл при помощи специальных приспособлений и придает ему определенную форму, например, лепестков. Хрупкий элемент растения за одну минуту создается мощными ударами по железу инструментами. Мастер с легкостью задает лепесткам изгибы и даже прожилки, а с буквами С и Т вообще не церемонится. При отрицательной температуре металл быстро остывает, поэтому по истечению 2-3 минут работы кузнец помещает изделие обратно в горн. Обработав таким образом все 6 элементов логотипа на пневматическом молоте, кузнец принимается за ювелирную работу с железом по старому способу, с молотком и наковальней. Раскаленный металл становится мягким и мастер гнет его как хочет. Филигранные завитки он делает при помощи оправок, которые здесь еще называют кондукторами. А валютой в кузнечном цеху называют завиток, напоминающий по форме доллар или английскую букву С. С такими забавными названиями работа кузнеца не становится менее травматичной, поэтому при контакте с металлом и инструментами необходимо собранность и сконцентрированность. Если с плохим настроением приходишь и что-то уже не получается, начинается какая-то, то есть, ну, то молоток падает на ногу тебе, то, то есть, пальцы себе подбиваешь. То есть, нужно спокойно успокоиться, посидеть, это, можно сказать, чайку попить или, может быть, еще чего-нибудь. То есть, привести себя в порядок. Когда кузнец сделал необходимые три буквы, перед ним и его партнерами встала задача – как соединить их вместе. После небольшого совета решение было принято, и один из мастеров приступил к сварке. Еще никогда СТС не было таким ярким. Сделав всего несколько швов, два С и Т навсегда примкнули друг к другу. После этого логотип очистили от лишнего металла, и эмблема нашего телеканала из железа с кованными элементами готова. На ее создание кузнецами было затрачено всего 15 минут. Меняются методики и технологии, а старые пословицы, как всегда, актуальны. Кую железо пока горячо. Вы смотрели программу «Это вещь». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok